Мы сегодня разбираем седьмую главу книжки Хорстона. Эта глава посвящена Киту Файну. Она так и называется – Кит Файн. Хорстон начинает с того, что говорит о том, что идея связать понятие произвольных объектов с понятием антеремматематической структуры на самом деле до самого Хорстона возникала у многих философов в разные времена. Но, в общем, никто так и не занялся ее детальной проработкой. Ну и вот, в частности, Хорстон приводит в качестве примера Пёрджиса, который, опираясь на Файна, вроде как делает шаг в эту сторону, но в итоге останавливается на версии неэлиминативного структурализма в духе Шапира. Аналогичную попытку принимает и сам Кит Файн. В нескольких своих статьях он к этой попытке приближается, и в статье 1998 года про Кантеровскую абстракцию он обрисовывает, каким образом философское объяснение математической структуры может быть сформулировано в терминах произвольных объектов. Но Файн тоже ограничивается лишь какими-то предварительными набросками и не вдается в детали. А при этом Хорстон отмечает, что концепция Файна заметно отличается от его собственной концепции, собственно, с которой мы и знакомимся в течение всех этих наших встреч. Эти различия, согласно Хорстону, частично объясняются тем, что они с Файном по-разному формулируют, ну или строят, свои теории произвольных объектов. И вот данная глава как раз посвящена обзорному изложению Файновской теории произвольных объектов с целью продемонстрировать базовые различия между подходами Файна и Хорстона. И пока без критических оценок. А вот здесь я привожу структуру главы кратко. Можно посмотреть, какие параграфы, ну и примерно, чему они посвящены. Да, вот здесь у меня про цели, да, про цели главы. Ну, я про них только что сказала. Так, в первом параграфе, параграфе 7.1, Хорстон рассматривает имеющиеся в аналитической философии концепции произвольных объектов с точки зрения различия между семантической интерпретацией произвольных объектов, с одной стороны, и метафизической интерпретацией, произвольных объектов, с другой стороны. Вот, ну, сначала Хорстон снова возвращается к Расселу и прослеживает эволюцию взглядов Рассела на антику выражений и формы всякий А есть Ф. Эту эволюцию он прослеживает от работы принципа математики к работе об обозначении. Значит, вот в принципах математики Рассел в духе наивной метафизики рассматривает выражение формы всякий А, ну, естественно, в контексте суждений, в качестве понятий, у которых есть какой-то свой динатат. Согласно Расселу, такие выражения обозначают переменные объекты как раз. Но, однако, Рассел высказывается по поводу природы динататов. Динататов таких выражений, то есть по поводу природы переменных объектов, слишком туманно с точки зрения Хорстона. А в работе об обозначении Рассел и вовсе меняет свою точку зрения и уже отрицает наличие динататов выражений формы всякий А. Ну и, соответственно, видимо, отрицает и существование переменных объектов. Также Хорстон рассматривает Карнаповские индивидные концепты тоже в качестве аналогов переменных объектов Рассела и аналогов произвольных объектов Файна. Значит, индивидные концепты, да, ну, мы знаем, что это такое, это такие функции от описаний состояний к конкретным объектам, и индивидные концепты могут обозначать разные объекты при разных интерпретациях. Но Карнап, вводя индивидные концепты, сделал это только для того, чтобы для реализации, для того, чтобы ввести теоретическую сущность, которая играла бы полезную семантическую роль. Вот, не более того, то есть Карнап не принимает никаких антологических обязательств к переменным или произвольным объектам, да, то есть это у него чисто семантическая сущность такая. Ну, и теория произвольных объектов Файна вот в этом смысле и на этом фоне довольно заметно выделяется. Почему? Ну, во-первых, в отличие от Карнапа, Файн занимает весьма решительную метафизическую позицию и совершенно недвусмысленно настаивает именно на метафизической интерпретации произвольных объектов. А в отличие, во-вторых, от Рассела, теория Файна позволяет получить гораздо более ясное представление о том, чем, собственно, являются произвольные объекты. Не такое туманное, как у Рассела в его первых работах в принципах математики, где он еще придерживается позиции наивной метафизики. Ну и здесь Хорстон приводит довольно обширную цитату Файна. Вот она есть вот в этой его самой мифической книжке, которую нигде не найти. Но она также в том же самом виде, без каких-либо изменений, присутствует в его статье в защиту произвольных объектов. Вот там ее можно найти. Тоже она там в начале у него располагается. Значит, вот Файн пишет. Существует следующая точка зрения. Помимо конкретных предметов существуют произвольные предметы. Помимо конкретных чисел есть произвольные числа. Помимо конкретных людей есть произвольные люди. Каждому произвольному объекту может быть сопоставлен ряд соответствующих конкретных объектов, которые являются его значением. Каждому произвольному числу может быть сопоставлен ряд конкретных чисел. Каждому произвольному человеку может быть сопоставлен ряд конкретных людей. Произвольный объект обладает теми свойствами, которые являются общими для конкретных объектов в диапазоне его значений. Так, произвольное число является четным или нечетным, а произвольный человек является смертным. Почему? Потому что каждое конкретное число либо четно, либо нечетно, а каждый конкретный человек смертен. С другой стороны, произвольное число не может быть простым, а произвольный человек не может быть, например, философом, потому что некоторые конкретные числа не являются простыми, и некоторые конкретные люди не являются философами. Ну и Файн подытоживает, говорит о том, что такая точка зрения была довольно распространена, но теперь за ней окончательно закрепилась дурная слава. Вот почему-то из этой цитаты можно понять с точки зрения Хорстона, что Файн занимает или предпочитает именно метафизическую интерпретацию произвольных объектов. Однако... Ой, прошу прощения. Слушай, а можно вопрос задам? Да. Вот исходя из этой цитаты, что, ну, по крайней мере, тех примеров, которые там заявляют, что мешает интерпретировать произвольность просто как квандерность? Не знаю, из этой цитаты может быть и ничего, но, видимо, тут еще и контекст этой цитаты, и сами заявления самого Файна играют роль. Да, то есть Файн не занимает такую позицию. Подожди, подожди, то есть вот вся вот эта цитата, которая была до этого приведена, это то, как Файн не считает? Что? Какая? Вот предыдущая цитата, вот та большая, это не его точка зрения, что он критикует? Нет. Почему? То есть это он сам так считает? Файн, да. Этот статат Файн. Да, да, я понял просто вот, когда здесь, ну, когда, насколько я помню, вот тот фрагмент из принципов математики, который, которому отсылает Хорстин, хотя, вам кажется, не приводит там какая-то цитаты, но он там, в общем, делает ссылку, он конкретную страницу там указывает. Там действительно есть какая-то проблема, там довольно туманно изложено, а тут просто вот я не понимаю, что мешает сказать, что мы говорим, что произвольное число является четным или нечетным. Когда мы говорим по произвольной, что действительно мешает нам сказать, что там любого Х, да, такое, что если Х, не знаю, натуральное, следовательно, Х четное или Х нечетное. Просто я так понимаю, Файн, он же, и Рассел на самом деле в принципах математики, они не удовлетворены тем, как мы должны интерпретировать, например, ну, вот это вот, Энни Квантер, это и, как бы, соответствующая подстановка, или что. Я вот просто пока, ну, не могу понять, что эти примеры, они как бы, как будто не намекают на то, что нам не хватает понимания произвольности как Квантера, вот. Или это как-то дальше должно стать понятным, а не исходя из этой цитаты? Да нет, это просто не предмет данной главы, и все. То есть мы можем эту проблему задеть как-то по касательной, можем не задевать. Он просто про это не говорит, он говорит, что из этого будет следовать не то, как мы, как бы, не логика, а вот чисто метафизик, логика вообще здесь пока что ни при чем, да? Ну да, типа того. Окей, хорошо. Спасибо. Конечно. Ну вот, значит, но, говорит Хорстон, когда перед нами встает вопрос о том, каким образом Файн трактует существование произвольных объектов, то внезапно обнаруживается, что Файн по вопросу существования занимает не реалистскую позицию, как вообще ожидалось бы от сторонника метафизической интерпретации произвольных объектов, а скорее номиналистскую позицию. И здесь тоже приводится цитата, в которой это, ну, наверное, Вен здесь более ясно видно. А здесь Файн пишет, «Если меня спросят, существуют ли произвольные объекты, я отвечу в соответствии с предполагаемым употреблением слова «существует». Если это антологически значимый смысл, то я рад согласиться с оппонентом и сказать «нет». У меня достаточно сильное чувство реальности, чтобы не желать населять свой мир произвольными числами, произвольными людьми и так далее. Но если подразумеваемый смысл слова существует антологически нейтрален, то мой ответ решительное «да». В этой связи Хорстон высказывает сомнение в принципиальной возможности метафизической редукции произвольных объектов к какой-то номиналистически приемлемой основе. Хотя Хорстон отмечает, что Файн в общем-то и не пытается разрабатывать подобного рода редукционистских программ, и возможно он сегодня ответил бы на вопрос о существовании произвольных объектов как-то иначе. Ну, видимо, Хорстон надеется, что Файн стал реалистом сегодня, с тех пор, как он вот это сказал. Получается, что самым важным отличием теории произвольных объектов Файна от рассмотренных концепций Рассела и Карнепа с точки зрения Хорстона является то, что Файн прямо и однозначно рассматривают произвольные объекты именно как объекты, а не как овеществленные предикаты. Файна также преимущественно интересует отношение на этих объектов, отношение номерического тождества, отношение различия, а в особенности также отношение зависимостью между произвольными объектами. Ну и центральное место для Файна занимают отношения между такими произвольными объектами, у которых есть совпадающие возможные состояния, ну, или значения. Да, значит, Хорстон с целью избежать терминологической... Да, давай. Просто, честно говоря, вот эта цитата, вот, Файна, последняя, которую ты привела, я ее не понимаю. Можешь, пожалуйста, на нее вернуться? Вот это? Да, вот он говорит, что у нас есть два смысла. Антологически значимый и антологически нейтральный. Я не понимаю, ну, в чем разница, ну, какая там разница в употреблении. Какой может представить контекст, когда у Файна спрашивают, и он говорит нет, и наоборот, ну, как нужно спросить, чтобы он ответил нет, как нужно спросить, чтобы он ответил да. Я не понимаю этого. Ну, вот, видимо, этот антологически значимый смысл, это когда мы принимаем соответствующие антологические обязательства. Соответственно, антологически нейтральный смысл, когда мы просто используем такое выражение, но не что. Да, не принимаем соответствующих антологических обязательств. Я не понимаю, как это. Ну, в смысле, разве это зависит от вопроса, то есть... Какого вопроса? Ну, смотри, допустим, мы спрашиваем Файна, произвольные числа простые или составные? И если Файн говорит на этот вопрос да, это, допустим, ну, это не значит, что произвольные числа, они существуют. То есть... Так? Мне кажется, тут контекст не тот же самый, что для предыдущей цитаты. Тут вопрос, наверное, должен быть такой. Существуют ли произвольные объекты реально? Если мы спрашиваем так, то Файн скажет, нет, они не существуют реально. А это как-то связано с тем, что... У Файна у него в некоторых работах просто есть отдельный предикат реальности, и это как-то с этим связано? Я не знаю. А кто-нибудь, кроме меня, не понимает эту результату? Или у вас все в порядке с тем, чтобы представить пример вопроса, при котором в одном варианте Файн отвечает нет, а в другом варианте отвечает да? Ну, честно сказать, у меня тоже есть определенное непонимание того, что Файн имеет в виду, но я для себя это объясняю следующим образом. Мне кажется, что если Файн отвечает как сторонник фундаментальной метафизики, то тогда он отвечает нет, не существуют такие объекты, потому что он не хочет, чтобы они были в его мире. А если он отвечает как наивный метафизик, то он говорит, конечно, существует, потому что с точки зрения наивного метафизика все, о чем мы говорим, оно все существует. Вот, это уже... Уже менее этого. Спасибо. Спасибо. Да, потому что наивная метафизика, она как бы вопросами существования это не занимается. Мы просто строим какую-то метафизику всего чего угодно. А существуют эти объекты или нет, как-то нам без разницы в общем. Ну, то есть, когда мы занимаемся наивной метафизикой, мы как бы... Мы как будто бы и не задаемся вопросом, существует оно что-то или нет. Просто строим метафизику, да? Да. Всего, чего нам придет в голову. Ну, вот нам пришли в голову произвольные объекты, ну, давайте построим метафизику для них. Но в таком случае, какой смысл вообще спрашивать, существуют они или нет? Вот да. Ну, спрашивают Тая Файна. Видимо, спрашивает не наивный метафизик, а фундаментальный. Ну, то есть, как должен быть поставлен вопрос, и... То есть, получается, что в вопросе какая-то, ну, преспозициональная ошибка содержится. То есть, что там есть такое подразумевание, и что Файна говорит, подожди, вот зависит от того, какую позицию ты занимаешь. Если ты занимаешь позицию фундаментального метафизика, то, конечно, с точки зрения фундаментальной метафизики, я отвечу на этот вопрос, нет. А если ты занимаешь позицию наивного метафизика, который не задается вопросами существования, то на вопросы существования мы отвечаем, да, но ведь если мы не задаемся вопросами, Типа, ну, то есть, вот единственное, что, как я предполагаю, мог бы выглядеть осмысленный вопрос, это если, ну, то есть, тут уже говорили по карнам, по связи с индивидными концептами, но не вспоминается как бы импиризм, семантика и антология, где он различает внутреннее и внешнее. И когда мы говорим про объекты, так, с точки зрения того, что они, как бы, вот у нас есть, ну, он их релятивизирует к языковым каркасам, когда он говорит, что, если мы спрашиваем, там, существуют ли, не знаю, там, числа Катавана, и это имеется в виду, что мы вот конкретно вот в математике спрашиваем, мы там можем предъявить примеры конкретных чисел Катавана, и указано вот, что вот в этой конкретной теории, да, таких-то, в общем, там, целых чисел у нас эти числа, в общем, есть. А если мы спрашиваем, а существуют ли они вообще вне какого-то языкового каркаса, вне какой-то конкретной математической теории, то это как бы вопрос бессмысленный. Ну, бессмысленность, она, ну, традиционно трактуется как антиреалистическая позиция, типа, мы вот занимаемся математикой, работаем с какими-то математическими объектами, и пока мы не задаемся вопросами о существовании, ну, в каком-то смысле, ну, то есть они существуют, да, внутри, а вовне мы их в нашу антологию не берем. Ну, это, говорю, это опять текст Карнапа, а у Файн, наверное, он, ну, не придерживается этого различия. Ну, здесь какое-то сходство действительно есть, но мне кажется, что смысл существования, ну, точнее, употребления слова существует, да, но зависит не от того, какой вопрос задается. Если у Карнапа мы различаем там внешние и внутренние вопросы, то здесь, мне кажется, различие не в вопросе как бы стоит, а состоит в принципе в общем отношении, как бы, не знаю, к той позиции, которую хочется прояснить. Ну, скажем так, наивный метафизик, поскольку он не интересуется в первую очередь вопросами существования, в отличие от фундаментального, он вообще не будет спрашивать, существует это произвольный объект или нет. И если Файна спрашивают, существуют они или нет, то Файна сразу должен понять, что это фундаментальный метафизик, его спрашивают. Потому что наивный метафизик не станут. Да, значит, наивного способа существования нет. Чего? Значит, антологически нейтрального смысла существования нет. Ну, антологически нейтральный, вероятно, имеется в виду, что нам в принципе не важно, существует или нет. Вот это, наверное, антологически нейтральный смысл. Потому что если нам не важно, существует или нет, то у нас и обязательств как бы не возникает. Ну, у нас тогда и вопрос на ней нет. Ну, вопроса действительно нет. Я хочу сказать, что я тоже не вполне понимаю это различие, но на таком чисто интуитивном уровне можно сказать, что когда мы задаемся вот этим вот антологически значимым вопросом о существовании, то вслед за тем, что мы признаем существование чего-то, мы должны начать рассуждать о том, какая у него природа, как соотносится этот класс объектов с другими классами объектов, антологически именно, что, что фундирует и так далее. Вот. А если мы не предполагаем такого антологического значения, тогда мы можем всех этих дополнительных вопросов убежать. Ну, все, у меня вопросов пока больше нет. Ну, тогда давайте дальше. Так, вот, значит, Хорстон с целью избежать терминологической путаницы резервирует термин произвольные объекты для себя, а для обозначения произвольных объектов в теории Файна он использует термин переменные объекты. Хотя вот он эту конвенцию дает, а сам в дальнейшем ее постоянно нарушает, видимо, забывает о ней. Вот. Но я старалась соблюдать эту конвенцию по возможности. Вот. Надеюсь, что путаницы действительно не будет никакой из-за этого. Значит, Файн определяет переменные объекты как такие объекты, которые в силу своей внутренней природы принимают те или иные значения, values, вот эти самые. Вот. Ну и, соответственно, что там? Квантификация по переменным объектам, она будет включать в себя весь диапазон значений переменных объектов. Конечно, мы можем такую квантификацию ограничить с помощью предикатов. Вот. И мы можем квантифицировать по переменным объектам с ограниченным диапазоном значений. Вот. С точки зрения Файна, точнее, с точки зрения Хорстона, непонятно, что с точки зрения Файна именно означает в метафизическом смысле для переменных объектов принимать значение. Поэтому Хорстон предлагает в этом вопросе опираться на собственную концепцию произвольных объектов, для которых принимать значение – это значит находиться в каком-то конкретном состоянии. Значит, также в рамках теории Файна между переменными объектами может иметь место отношение зависимости. Файна различает два типа зависимости между переменными объектами. Это односторонняя зависимость и двусторонняя, или он ее еще называет взаимной зависимостью. Вот. Значит, но также не все переменные объекты являются зависимыми в одностороннем или двустороннем порядке, так что существуют еще и независимые переменные объекты по Файну. Значит, в статье «В защиту произвольных объектов» 1983 года Файн поясняет, в чем заключается содержательный смысл такой зависимости. Вот. Ну, я это объяснение приведу для полноты картины. Значит, Файн говорит о зависимости или независимости переменных объектов по аналогии с тем, как математики говорят о зависимых или независимых переменах. Вот. Конкретно это значит, что если «В» – это переменный объект, который зависит от переменных объектов, там, «А1», «А2», «А3» и так далее, то значения, которые может принимать «В», определяются на основе тех значений, которые присваиваются объектам «А1», «А2», «А3» и так далее. Вот. Как бы смысл такой. Ну да, чисто математический. Далее. Хорстен иллюстрирует понятие зависимости и независимости следующими примерами из математического дискурса. Да, это примеры 7.1 и пример 7.2. Значит, вот в примере 7.1 у нас есть некоторые «Х» и некоторые «У», и они являются действительными числами, и между ними задается следующее тождество «Х» равен минус… точнее, наоборот, «У» равен минус «Х». Значит, в примере 7.2, в общем-то, формулируется та же самая мысль, но несколько другим способом. У нас тоже задаются некоторые действительные числа «Х», но сначала задается «Х», там мы говорим, что пусть есть такой «Х», и он является действительным числом. А уже затем задается переменная «У» через тождество «Х». Ну и мы задаем значение «У» как минус «Х». Значит, получается, что в этих двух примерах соответствующие переменные объекты «Х» и «У» и «Х» и «У» будут находиться в разных отношениях зависимости. Значит, в примере 7.1 переменные «Х» и «У» взаимозависимы, а вот в примере 7.2 переменный объект «У» является односторонне зависимым от переменного объекта «Х». А, соответственно, «Х» в свою очередь является независимым переменным объектом. А я не вижу разницы. А она есть. Ну, в смысле, разве тут в примере 7.1 и 7.2 утверждают что-то разное? С точки зрения Файна, да. С точки зрения Хорстона это сомнительно, да, потому что он об этом дальше и пишет, собственно. Нет, просто как Файна аргументирует, что здесь говорятся, ну, как бы, ну, разные вещи. Вот, например, в примере 7.2 «У» является действительным числом опосредованно, потому что «Х» является действительным числом. А в примере 7.1 он изначально обладает этим свойством. Вот, окей. А как нам корректно записать это? Какая логическая форма у этого будет? Видимо, в примере 7.1 мы просто запишем, что «Х» — это действительное число, «У» — это действительное число, и все. А в примере 7.2 мы скажем, видимо, через импликацию мы это запишем как-то так. Типа, если «Х» — действительное число, то «У» — тоже действительное число. Ага, а то, что... Мы обычные квантеры вообще всем один не можем использовать. Там надо ветвящиеся квантеры брать, которые независимость создают. Ну, да, но математики уже не пользуются ветвящимися квантерами. Не пользуются, но... Ну, смотрите, здесь написано, что переменный объект «У» в примере 7.2 односторонний зависим от переменного объекта «Х». А «Х» — это независимый переменный объект. Но, как бы, если окей, мы тут записываем аппликацию. Если «Х» — такое, что он действительный, то... Ну, из этого следует по свойствам действительных чисел, что минус «Х» — действительный. А значит, то, что мы назовем... Ну, нам не нужно отдельно постулировать, что то, что равно минус «Х» — является действительным. Но мы же из того, что «У» — это минус «Х» — мы можем записать. Из этого будет следовать, что «Х» — это минус «У». И в таком случае что, они меняются местами? Какой-то из них уже «Х» становится односторонне зависимым от «У» или что? Я предлагаю тебе подумать над этим, как над операциями или процедурами некоторой программы. В первом случае мы берем одну и ту же процедуру, и, значит, она задает и «Х» — да, и «Х» — «У». А во втором случае мы посредством какой-то одной процедуры задаем «Х» — а потом посредством другой процедуры из «Х» получаем «У». И смысл в том, что если мы, например, перепишем первую, мы можем не переписывать вторую, но при этом «У» у нас изменится. Хорошо, так лучше. Почему между х' и у' в примере 7-2 имеет место именно односторонняя зависимость? Хорштенд подчеркивает, что прояснить данную ситуацию нам вообще, получается, мало что помогает. В частности, ссылка на чисто лингвистические различия в формулировках приведенных примеров нам не помогает, поскольку речь идет именно о метафизическом различии, которые обусловлены внутренней природой объектов определенного типа, которые не носят лингвистический характер. Так что, да, это различие для Хорстена тоже остается туманным. Также Файн перечисляет некоторые формальные свойства отношения зависимости между переменными объектами. В частности, он говорит, что отношение зависимости является транзитивным и вполне фундированным, то есть имеется некий минимальный элемент, видимо, имеется в виду какое-то наличие каких-то независимых переменных объектов, от которых все остальные зависимые объекты зависят. Из вполне фундированности следует и рефлексивность, правда, я не поняла, каким именно образом, но, в общем, следует. И также следует антисимметричность. Таким образом, получается, что отношение зависимости представляет собой отношение частичного порядка. Ну, тут Хорстен отмечает, что свойства антисимметричности – это спорное свойство для отношения зависимости. И вот обсуждение примера 7.1 как будто бы показало, что Файн, скорее всего, отказался от вполне фундированности. Ну, либо я что-то глобально забыл, но частичный порядок рефлексивный. Ну вот, а значит, у Хорстена написано «Ир» рефлексивный. Вот так у него написано. Может быть, это у него опечатка, но не знаю. Значит, я воспроизвожу. За что купил, за то и продаю. То есть, я правильно понимаю, что написано, что отношение зависимости – оно транзитивное, и рефлексивное, и антисимметричное? Да. И это отношение частичного порядка. С точки зрения Хорстена. Он так и написал. Чёрным по белому. Я не знаю, возможно, это опечатка у него. У него тут много всяких опечаточек мелких. А там не переведены конкретные примеры, из-за чего он приписывает отношению зависимости такие свойства? Нет. Да блин. Давай залезём в текст. Чего? Залезём в текст. Вот, я смотрю. 146-я страница. Вот там есть такая штука, что требование транзитивности не нуждается в комментариях. Классика. Оно не вызывает возражений. Вот, вполне фундированность или foundation – это очень существенное требование. И файн всегда остро осознавал это. Так, так, так. Из этого следует, что отношение зависимости является рефлексивным. И рефлексивным. Господи, да, действительно, там написано. Так, и рефлексивным. Хорошо. Это следствие окажется непроблематичным. Вопрос рефлексивности отношения зависимости не вызывает вопрос. Либо мы считаем его рефлексивным. Каждый переменный вид зависит от самого себя. Либо говорим, что это отношение антирефлексивно. Трудно придать решение, что здесь говорить больше, чем вообще принятое значение. Однако, на первый взгляд, не имеет смысла утверждать, что одни переменные зависит от себя, а другие нет. Обоснованность также вполне фундированность, обоснованность. Это значит, что оно антисимметричное. То есть, он в итоге, ну, если он приводит к тому, что, вот он говорит, что оно либо рефлексивным, мы его полагаем, либо антирефлексивным. И раз он приходит к выводу, что это частичный порядок, то, видимо, мы принимаем точку зрения, что каждая переменная все-таки зависит от самой себя. Я, честно говоря, не могу комментировать, что он там имел в виду. Вот он написал, что оно рефлексивное, и все. Ну, вот, как бы, исходя из того, что вот... Нет, я не знаю, как остальные, вы... Как это вообще понимаете? Это же не просто были напечатки, такая грубая ошибка получается, если так. Видимо, Хорстен просто... В данной части текста посвятил мало времени, не перечитал ее как следует, и вот у него осталось что-то непроясненное до конца. У него есть к этой книжке какой-нибудь эрата, список опечаток? Не знаю, я не смотрела. Ладно, ну, хорошо, записываем пока, как разошел. Больше пока вопросов нет. Ну вот, значит, у Хорстена возникают вопросы, к чему? Да, к вполне фундированности. И Хорстен отмечает, что Файн, возможно, вероятно, отказался от вполне фундированности в более поздних работах. Хорстен также говорит, что Файн и в ранних своих работах якобы весьма осторожно формулирует аргументы в пользу вполне фундированности отношения зависимости. По крайней мере, как пишет Хорстен, отказаться от вполне фундированности было бы правильным решением для Файна. Тоже непонятно, почему, зачем. Ну вот так. Значит, получается, в итоге, что система переменных объектов в духе Файна – это совокупность переменных объектов, связанная отношением зависимости и замкнутая относительно этого отношения зависимости. Вот. Дальше Хорстен переходит к рассмотрению проблемы, вопросов тождества переменных объектов. Извини, пожалуйста, я все-таки хочу вернуться к этому, но просто вот то, что он говорит здесь, вот предыдущий слайд, можешь, пожалуйста, вернуть? Вот вполне фундированность – это же, ну, это не эти два свойства, которые ты выделяешь. Насколько я помню, то есть вполне фундированность вот какого-то бинарного отношения – это если у нас у каждого непустого подмножества есть, в общем, минимальный элемент. Да, 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 там, ну, как бы, вот какая просто здесь еще может быть связь, мы частичный порядок называем вполне фундированным, если у нас соответствующий строгий порядок, вполне фундирован, вот, а строгий порядок – это ведь как раз будет и рефлексивное отношение. Ладно, хорошо, я больше не буду когда-то возвращаться, я сам попытаюсь что-то с этим сделать, но меня просто очень сильно напрягает, это не просто ведь опечатка, это что-то серьезное. Ну, вот в случае с вполне фундированностью, вообще вполне фундированность предполагает и рефлексивность, да, потому что если у нас будет рефлексивное отношение, то любое, как бы, вот константная цепь, она будет у нас до бесконечности продолжаться. Возьмем какой-нибудь объект, он сам с собой находится в отношении, и тот самый тоже находится сам с собой в отношении и так далее, и так далее. Вот, поэтому, когда говорят об отношении частичного порядка и говорят о том, что оно вполне фундировано, добавляют утверждение, что они еще не равны, которые вступают в отношения для того, чтобы сохранить рефлексивность, но при этом выполнить требования, чтобы у нас не было бесконечных цепей. То есть вполне фундированность предполагает, по идее, и рефлексивность, но поскольку мы называем это отношением частичного порядка, то там это требование ослабляется. Рефлексивность есть, но есть дополнительное требование о несовпадении того, что он вступает в отношения, то есть чтобы объект не порождал эти самые бесконечные цепочки. Ну да, потому что каждое рефлексивное отношение, оно же на не пустом домене, оно как раз у него, вот это вот бесконечная убывающая цепочка, потому что, ну да, с любая постоянная последовательность, это такая убывающая цепочка. Окей, неважно. Спасибо. Ну, тогда переходим к тождеству. Да, в теории переменных объектов, файна, критерии тождества и принцип свертывания играют такую же важную роль, как и в теории самого Хорстона. Вот, но Хорстон отмечает, что некоторые в теории файна не достает конкретики в некоторых весьма важных моментах относительно тождества. Видимо, прежде всего. Значит, файн формулирует целых два критерия тождества для переменных объектов. Это вот все в той же статье 83-го года в защиту переменных объектов. Один критерий для независимых переменных, которые Хорстон воспроизводит. И у файна есть еще критерий для зависимых переменных отдельных, но его Хорстон не воспроизводит и не рассматривает. Значит, вот критерий тождества для независимых переменных объектов. Можно видеть на слайде. Предполагается, что некоторые переменные объекты А и Б являются независимыми. Тогда А и Б тождественны. Тогда и только тогда, когда диапазоны их значений одинаковы. То есть они принимают все и одни и те же значения. Вот, значит, используя критерий тождества для независимых переменных объектов, вот этот самый, Файн отвечает на один из вопросов Фреге, который Фреге сформулировал в своей статье, что такое функция в качестве критики позиции австрийского математика Чубера. Это вопрос о том, во-первых, как много существует произвольных чисел, а также вопрос о том, какие вообще переменные объекты существуют. Вот, Файн дает такой ответ. Значит, рассмотрим сначала произвольные объекты, которые принимают значение из-за данного набора индивидов. И такие объекты могут создаваться поэтапно в зависимости от их степени независимости. То есть на первой стадии берутся только независимые объекты. Значит, поскольку не существует каких-то существенных ограничений на существование произвольных объектов, мы можем ожидать, что для каждого набора индивидов из И найдется такой произвольный объект, для которого этот набор индивидов будет составлять диапазон значений. Вот, тогда на второй стадии мы будем получать такие объекты, которые зависят только от объектов, сгенерированных на первой стадии. Вот, и тем самым для каждого набора индивидов, и мы получаем систему произвольных объектов А и Т. Вот, примерно так. Значит, Хорстон отмечает, что вообще такой подход является слишком ограничительным, и он демонстрирует это вслед за Файном с помощью примера 7.3. Вот у нас есть такой пример. Возьмем два переменных действительных числа А и Б и рассмотрим сумму А плюс Б. Значит, в этом примере у нас символы А и Б обозначают два переменных действительных числа. Но какие? Значит, естественно предположить, что А и Б обозначают два независимых переменных действительных числа. Однако, в соответствии с приведенным выше критерием тождества, имеется только одно такое число. Почему? Потому что очевидным образом диапазоны значений А и Б здесь одинаковы. Ну, они никаким образом не ограничиваются. Значит, мы будем рассматривать их, видимо, как совпадающие. Соответственно, остается неясным, какой из символов отсылает к этому одному единственному числу произвольному, и к чему тогда отсылает другой символ. Значит, позднее Файн, как отмечает Хорстон, уточняет свой критерий тождества, а по сути просто ослабляя его и допуская, чтобы несколько разных переменных объектов могли удовлетворять одному и тому же критерию тождества. Так. Также у Файна есть еще критерий тождества для систем переменных объектов, и он этот критерий формулирует в статье 98 года про Кантеровскую абстракцию. Значит, вот тоже этот критерий тождества здесь представлен. Значит, пусть у нас есть две системы переменных объектов, S и S', тогда между этими системами имеется взаимно однозначное отображение переменных S на переменный S', если значения, принимаемые переменными из S, являются теми же самыми, что и значения, принимаемые соответствующими переменными из S'. Тогда, если S состоит из переменных X1, X2 и т.д., а система S' состоит из переменных X1', X2' и т.д., то эти системы будут подобны в том случае, если для любого объекта A1, A2 и т.д. эти объекты будут являться соответствующими значениями переменных X1, X2 и т.д., только если они также будут являться соответствующими значениями переменных X1', X2' и т.д. С соответствующим критерием переменные подобных систем являются одинаковыми. То есть, по сути, тождество системы переменных объектов определяется теми значениями, которые принимают эти переменные объекты. Этот критерий тождества допускает система с более чем одной независимой переменной. Но вообще, Хорстон пишет, что легко увидеть, что этот критерий является неверным даже с точки зрения позиции самого Файна. Действительно, этот критерий не специфицирует отношения между переменными объектами, принадлежащими системе переменных. Видимо, отношения зависимости. Выше мы как раз видели, что системы переменных объектов в примерах 7.1 и 7.2 рассматриваются Файном как разные системы переменных именно на том основании, что соответствующие переменные связаны разными отношениями зависимости. А вот только что рассмотренный критерий тождества для систем переменных объектов заставляет нас эти системы отождествить. То есть с точки зрения или в силу критерия тождества для систем переменных объектов системы объектов из примеров 7.1 и 7.2 будут абсолютно одинаковыми. Хорстон отмечает, что, конечно, мы могли бы перевернуть вот все с ног на голову и интерпретировать вот такой результат как свидетельство против того, чтобы считать примеры 7.1 и 7.2 описаниями именно разных систем. Но тогда, пишет Хорстон, мы свернем с пути наивной метафизики и уйдем на путь фундаментальной метафизики, чего вообще хотелось бы избежать. Дальше Хорстон указывает на два основных способа применения произвольных и переменных объектов. Первый способ – это использование переменных объектов в системах рассуждений или для формулирования рассуждений, схем рассуждений. Второй способ применения – это выполнение репрезентативных функций с помощью переменными объектами. Файна интересуют оба эти способа применения переменных объектов. Причем тут можно проследить некоторую эволюцию взглядов Файна. В более ранних своих работах Файна больше интересует именно первое применение, то есть применение переменных объектов в качестве средств рассуждения, например, в системах доказательств. А в более поздних своих работах Файна, наоборот, концентрируется преимущественно на репрезентативном использовании переменных объектов. Хорстон в этой связи выдвигает такое предположение, что, видимо, ранний интерес Файна к рассуждениям с применением переменных объектов в значительной степени составил основу или сформировал общий облик Файновской теории переменных объектов и придал ей такие, которых ей не следовало бы иметь с точки зрения Хорстона. Например, разумно ожидать, что в любом математическом рассуждении, скажем, теоретико-числовом, будет вводиться только конечное число переменных объектов. Причем все отношения зависимости между такими переменными объектами скорее всего будут заданы в явном виде. Поэтому для целей моделирования математических рассуждений нам более чем достаточно конечных систем переменных объектов. То есть нам достаточно рассматривать только и системы переменных объектов, содержащих конечное число таких объектов. Вместе с тем, в некоторых случаях репрезентативного использования переменных объектов нам требуется рассматривать также систему, которая содержит бесконечное количество переменных объектов. Что, в частности, видно в работах самого Файна, которые посвящены математической структуре. Получается, что вообще эта особенность теории Файна, она как раз заключается в том, что Файн обсуждает переменные объекты только в контексте локальных систем таких объектов. И Файн оставляет в сущности открытым вопрос о том, существуют ли и каким образом всякие универсальные системы переменных объектов, то есть системы, которые состоят из всех переменных объектов. Ну и раз все, что Файн говорит о переменных объектах, носит такой локальный характер, то получается, что и большинство рассматриваемых Файном систем переменных объектов содержит очень мало переменных объектов. Получается, что нам в контексте теории Файна всегда нужно быть очень осторожными, когда мы пытаемся делать глобальные выводы, основанные на обсуждении свойств локальных систем. Ну и тут, в частности, получаются такие странные штуки с критериями тождества для систем, которые делают, с одной стороны, различные системы, не пересекающиеся под системы, тождественными, когда мы применяем к ним этот критерий тождества. Дальше Хорстон рассматривает принцип свертывания. Свертывание Файна выделяет такой наивный принцип свертывания, который в первом приближении ему кажется базовым и на первый взгляд отражает основные аспекты природы переменных объектов. Файна называет его принципом генерической атрибуции. Ну или родовой атрибуции. Ну, я вот решила не переводить слово «generic», так везде его и употребляю калькой, генерической, для простоты. Вроде никто из нас, мы как бы вроде как решили, так молча, что мы будем говорить генерически, не это самое, просто рассматривируя. Ну вот, и вот этот принцип генерической атрибуции тоже тут представлен. В соответствии с ним любой произвольный объект обладает всеми теми свойствами, которые являются общими свойствами индивидов в его диапазоне значений. Тут также есть формальное выражение этого принципа. Да, тут тоже его можно увидеть на слайде. Однако, такой наивный принцип свертывания был опровергнут, но кем только он не был опровергнут, здесь Хорстон приводит два контраргумента. Первый контраргумент, который сформулирован был еще в Беркле, да, тем самым Беркле. Вот, значит, аргумент такой. Пусть предикат F – это свойство быть натуральным числом, значит, А – это некоторое независимое переменное натуральное число. Очевидно, что переменное натуральное число является натуральным числом. Каждое натуральное число конкретно является либо четным, либо нечетным. Следовательно, и переменное число А тоже либо четное, либо нечетное. Но согласно тезису о генерической атрибуции, число А не является нечетным, не нечетным. У нас получается противоречие. ну по моему этот аргумент уже где-то в предыдущих главах тоже приводился довольно просто а по какому домену у нас пробегает и из этого здесь да вот здесь и конкретные свойства диапазоне значений переменного объекта у нас это значит ничего это свойства и они откуда вообще и по какому домену пробегает этой индивиды то это конкретные свойства или индивидуальные свойства индивидов входящих в область значения переменного объекта а вот у нас а это перемен это переменный объект у него есть диапазон значений диапазоном значений его являются эти индивиды вот значит это свойство переменного объекта и это свойство вот этих конкретных индивидуальных объект а может принимать значение и и и и значит что то что мы приписываем какому-то произвольному объекту а свойству фи это значит что это свойство вы мы можем приписать любому значению которое принимает а теперь еще раз аргумент мерки вот аргумент беркли получается что эта схема просто не работает для некоторых свойств таких как свойства четности или нечетности мне кажется с этим аргументом есть определенные трудности тут вот это вот свойство тут ведь не просто свойство быть четным или свойство быть нечетным а тут составное свойство быть либо четным либо нечетным вот это как бы другое совершенно свойство ну как вот у гудмана есть пример такой у нельсона гудмана там вот и биолог хочет исследовать лосей на предмет того есть у них бороды или нет но лоси опасные животные поэтому этот биолог придумывает такое таких комбинированных животных которых называют быть лосью быть мышью или лосем и исследует только мышей и из этого индуктивно заключает что ну значит раз у мышей нету ворот значит и у лосей тоже нет вот тут какое-то такое рассуждение у беркли как мне кажется я тоже обратила на это внимание то есть вроде бы как будто бы кажется что между свойством быть четным свойством быть нечетным и свойством быть либо четным либо нечетным есть какая-то связь но ведь эта связь ну абсолютно прозрачна тогда когда мы рассуждаем о конкретных объектах а вот насчет того как тут работает вывод на абстрактный ой господи на на произвольных объектах или там переменных это не очень очевидно да вот у гудмана это называется непроективные свойства которые вот мы не можем переносить на то есть если вот допустим это дизъюнктивное свойство и один из дизъюнктов подтвердился то на второй дизъюнкт мы не можем перевести наше рассуждение соответственно тут у нас если число оказалось четным а не можем сказать что она из нечетное тоже одновременно дизъюнктивное и далее дальше давай Да, вот есть еще другой аргумент, это аргумент Лисневского, ну или приписываем Лисневскому, но Хорстен излагает его по статье вот этого Сантамброджо, есть такой товарищ, и то не совсем, на самом деле, по этой статье, немножко другая нотация. Вот, значит, допустим, это предикат f от x, ну, например, он обозначает свойство быть некоторым треугольником, ну, это вот я из Сантамброджо беру, тогда мы можем из этого предиката сформировать терм вот такой, какой, вот этот, да, нет, вот этот, да, вот этот терм, который будет обозначать некоторый переменный объект φ. Ну, например, некоторый генерический треугольник. Вот, вот этот оператор таинственный, он здесь, я, честно говоря, не знаю, откуда берется, но утверждается, что это аналог epsilon оператора из epsilon исчисления Гильберта. В каком роде аналог, не знаю, я, честно говоря, не специалист по epsilon исчислению. Ну, в общем, вот, есть такой оператор, значит, и мы можем с его помощью строить вот такие термы. Значит, тогда, если у нас есть такой терм, мы можем построить следующее рассуждение, где вот это свойство u, так вот, x, это свойство быть тождественным с вот этим термом, который обозначает переменный объект φ. Вот. То есть это тождество задается вот этой формулой. Да, и, соответственно, у нас получается, в соответствии с принципами генерической атрибуции, слева направо, мы получаем, что если у нас вот это свойство... Короче, вот у нас вот эта штука получается. Я не буду ее читать. Затем, в силу определения предиката q, мы можем осуществить следующую подстановку и получить вот такое вот утверждение, из которого в силу закона тождества мы можем получить вот этот финальный тезис, который очевидно абсурден, потому что в содержательном смысле этот тезис последний, да, равносилен тому, что у нас вообще все тождественно нашему генерическому объекту, да, все, что угодно. Получается, что во Вселенной у нас есть только один этот единственный объект. Это абсурдный вывод. Вот, значит, эти два аргумента демонстрируют некорректность, да, неправильность наивного принципа генерической атрибуции Fine. Fine как бы и сам догадывается, что его принцип генерической атрибуции вот в такой наивной формулировке не является корректным. У него в статье того же 83-го года есть несколько всяких разных способов уточнения и усовершенствования этого тезиса. Вот, один из таких способов Хорстон подробно разбирает, да, один из таких способов предполагает различение двух способов прочтения предикатов и условий их истинности. Ну, как со способом применения операции квантификации и истинностно-функциональной композиции для них. Значит, вот есть генерическое прочтение и классическое прочтение предикатов и их условий истинности. В генерическом прочтении предикат применяется к переменным объектам, да, может применяться к переменным объектам. В классическом прочтении предикат может применяться только к конкретным объектам. Ну, и вот Хорстон приводит следующий пример. Да, допустим, у нас есть такой знак х жирную, который обозначает переменный объект х. Тогда при генерическом прочтении утверждение «x жирно является переменным объектом» будет истинным только в том случае, если каждое значение «x» само будет являться переменным объектом. А, соответственно, при классическом прочтении это утверждение будет истинным вне зависимости от того, какие значения принимает «x». Ну и Fine, соответственно, подчеркивает, что принцип генерической атрибуции применим только там, где используется именно генерическое прочтение предикатов и условий их истинности. Ну тогда, в общем-то, мы нейтрализуем аргумент Беркли. Но Хорстен отмечает несколько проблем с различением этих двух способов прочтения предикатов. Во-первых, Хорстен отмечает, что не для всех предикатов генерическое прочтение является естественным. А, например, для предиката быть конкретным объектом генерическое прочтение вряд ли будет применимо. Или если оно применяться будет, то пучатся всякие странные штуки. А, во-вторых, многие авторы считают, что вот такое развлечение трудным для понимания и проблематичным. А, потому что постулировать такую фундаментальную двусмысленность значений наших языковых выражений – это, в принципе, неудачная стратегия. Хотелось бы иметь язык с ровно одной подразумеваемой интерпретацией. В общем, в этом такая слабость исправления Fine заключается. Так, это что касается тождества и принципа свёртв. Теперь давайте рассмотрим вопрос про абстракции. Значит, Хорстон утверждает, что Fine пытается сформулировать теорию абстракции как процесса последовательного освобождения объектов от их особенных или частных свойств. Целью Fine является концепция чисел или порядковых типов как итоговых продуктов такого процесса абстракции. В частности, Fine пытается представить описание того, как процедура абстракции применялась Акантером и Додекиндом, хотя вот я в статье посмотрела, там про Додекинда ни слова нет на самом деле. И, значит, это описание Fine формулирует в терминах своей теории переменных объектов. Здесь, опять же, ключевую роль играет отношение зависимости между переменными объектами. Значит, сначала Хорстон рассказывает, каким образом Fine представляет процесс получения Кантером конечных кардиналов путём абстракции, ну или просто натуральных чисел. Да, вот тут, в общем, уже на слайде это всё есть. Значит, числа здесь понимаются как результат абстракции от множеств, ну, то есть от неупорядоченных картежей конкретных объектов. И они отождествляются, соответственно, да, то есть у нас есть какие-то множества конкретных объектов, мы от них абстрагируемся и получаем множество переменных объектов от, соответственно, числа и отождествляются с этими множествами переменных объектов. Ну, например, число 1 будет представлять собой синглитон, вот этот вот, вот такой вот, да, содержащий в качестве своего элемента переменный объект, вот этот U1.1. Наоборот, точнее, не наоборот, а число 2, соответственно, будет представлять собой множество, состоящее уже из двух переменных объектов U2.1 и U2.2. Таких, что, во-первых, значит, эти два объекта U2.1 и U2.2 – это взаимозависимые, причём зависимые только друг от друга переменные объекты. При этом они не тождественны, и они также оба отличаются от вот этого первого объекта U1.1, который является элементом числа 1. Значит, и где-то здесь есть… А, нет, у него нету схемы. У него есть схема только для порядкового типа. Значит, в соответствии, как пишет Хорстон, с Вайновским критерием тождества для объектов в системе, вот такая неупорядоченная пара будет уникальной. Ну и, соответственно, вот этот синглитон тоже будет уникальным. Это, собственно, как представляются числа с помощью Кантеровской абстракции. Затем Хорстон рассматривает, каким образом Файн представляет процесс получения порядковых типов путём абстракции. Значит, это про порядковые типы. Значит, здесь требуется понятие прототипа порядкового типа. Значит, вот этим прототипом является некоторый независимый переменный объект P, который в качестве своих значений может принимать любую систему формы вот такой упорядоченной пары A и B. Это упорядоченная уже, здесь возникает отношение порядка. Значит, такой объект P будет как раз прототипом порядкового типа, который Файн хочет сконструировать. Значит, тогда мы можем, собственно, заняться конструированием соответствующего порядкового типа. Вот у нас тут тоже возникает, в данном случае мы рассматриваем порядковый тип двойки, значит, у нас должно возникнуть два объекта, а у нас возникает пара зависимых переменных объектов. Это объект V1.2 и V2.2. Значит, объект V2.1 – это зависимый переменный объект, который всегда принимает значение быть первым элементом в любом значении прототипа P. А V2.2 – это тоже зависимый переменный объект, который всегда принимает значение быть вторым элементом в любом значении прототипа P. Вот тут есть схема, которая иллюстрирует структуру зависимости между прототипом P и вот этими двумя объектами V2.1 и V2.2. Соответственно, здесь у нас эти стрелки показывают, что от чего зависит и как. Получается, что порядковый тип двойки – это множество, содержащее упорядоченную пару V2.1 и V2.2. Причем данное множество нетождественное прототипу P, поскольку сам прототип P не имеет форму упорядоченной пары. Да, его значения, конкретные объекты, которые являются элементами, и диапазон его значения, они имеют такую форму, но сам он такой формы не имеет. И опять же, в соответствии с файновским критерием тождества объектов в системе, P является уникальным объектом, значит, эти объекты V2.1 и V2.2 тоже являются уникальными. И порядковый тип, видимо, тоже тогда является уникальным. Пайн также различает репрезентативное и нерепрезентативное описание типов или видов объектов. В частности, репрезентативным описанием является такое описание типов какого-либо вида, что каждый тип данного типа относится к тому же типу. Соответственно, нерепрезентативное описание не такое. То есть там не каждый тип данного типа относится к тому же типу. Файн отмечает одно важное философское преимущество репрезентативных описаний. Такие описания хорошо подходят для типов, которые применимы сами к себе. Но и Хорстон также пишет, что сформулированные файном и представленные выше определения чисел и порядковых типов, они как раз являются репрезентативными. А теперь Хорстон переходит к рассмотрению структуры натуральных чисел по файну. Значит, ее файн строят вот в этой статье «Кантеровская абстракция» в разделе 6. Он формулирует следующее определение структуры натуральных чисел. Она формулируется у Хорстона как раз в виде цитаты. Я эту цитату попыталась несколько структурировать. В общем, что есть. Во-первых, файн пишет, что мы можем определить репрезентативный Кантеровский тип класса изоморф на соответствии с определением порядкового типа. Для арифметики мы можем задать ее следующим образом. Например, число 0, первый элемент, будет первым элементом произвольной омега-последовательности. Правда, у него там используется омега-прогрешен, я вот что-то не уверена, это то же самое, что омега-последовательности или нет. Ну ладно. Значит, число 1 будет вторым элементом произвольной омега-последовательности и так далее. Значит, прототипом в этом случае будет некая независимая переменная n, значениями которой являются все омега-последовательности. Числами 0 и 1 будут зависимые от n переменные n0, n1 и так далее, значениями которых для любого конкретного значения n подчеркнутого… n подчеркнутого – это конкретное значение переменного n. Значит, для них, для любого конкретного значения n подчеркнутого являются первый, второй и так далее элементы этого n подчеркнутого. А также формулируется определение следующего числа. n будет следующим за m, если для любого значения n подчеркнутого… значение n является следующим за значением m, поэтому n подчеркнутым. Ну и при таком определении тут в конце формулируется, да, вот этот тезис об уникальности. Да, может быть показано, что этот тип является уникальным и сам является элементом класса моделей. Вот, тут есть тоже вот эта структура зависимости, которая имеет вот такой вид, как здесь на картинке. Да, видно, что вот эти переменные зависят от n. Ну, все понятно, я думаю. Да, ну и, значит, сама структура натуральных чисел будет представлять собой мегапоследовательность вот такого типа. Да, упорядочный кортеж вот этих n. Эджит Хорстен отмечает, что этот подход должен быть применим и к другим математическим структурам, не только к натуральным числам. Вот. Ну, про уникальность я уже говорила, тут Хорстен повторяется. Вот. Хорстен отмечает, да, что нам не следует торопиться рассматривать файновскую структуру натуральных чисел, сформулированную вот таким вот способом в духе неэлиминативного структурализма Шапира. Потому что, почему? Структура натуральных чисел файна является скорее множеством, да, чем вот этим прототипом n, который сам Хорстен бы назвал генерической омегапоследовательностью, или та, которая в своем подходе бы Хорстен так назвал. Вот. Это множество является репрезентативным типом, но вот неясно, является ли оно структурой в смысле Шапира. Очевидно, что, будучи множеством, файновская структура натуральных чисел не является переменным объектом, да, и не может принимать значение. Поэтому она не является генерической системой, и в этом смысле заключается от трактовки математических структур и от трактовки структуры натуральных чисел, которую Хорстен предлагал в шестой главе. У Файна есть перечень преимуществ его концепции натуральных чисел по сравнению с другими имеющимися концепциями чисел. Во-первых, файновская концепция, как Файн настаивает, является репрезентативной и в этом смысле превосходит концепцию натуральных чисел Фреги Рассела. Во-вторых, концепция натуральных чисел Файна является, а не является, произвольной. Да, и в этом смысле она превосходит концепцию натуральных чисел Цермела и фон Неймана. Аргументация Файна в пользу непроизвольности его концепции основана на мысли, что в его теории любой отдельно взятый экземпляр соответствующего типа, например, типа натуральное число, в силу самого определения относятся только к одному этому типу, а все экземпляры этого типа соответствующим образом связаны с данным экземпляром. То есть, проще говоря, имеется некое интуитивно-удовлетворительное описание отношений между типом и его экземплярами. Таким образом мы избавляемся от произвольности. Но, тем не менее, все равно концепция Файна уязвима для возражений. Да, все равно можно показать, что произвольность остается. В частности, вот такое возражение формулирует Хорстон. В описании порядкового типа двойки используются три переменных объекта. Один независимый объект, который прототип Пи, и два переменных объекта Ви 2.1 и Ви 2.2, которые зависят только от Пи. Но ведь, возможно, и другая система из трех переменных объектов. И вот она здесь приводится, эта система из объекта Ку, прототипа Ку, и двух переменных объектов Ви 2.1, а точнее В2.1 и В2.2. И мы можем задать между этими тремя объектами другую систему отношений. Допустим, предположим, что они все являются взаимозависимыми между собой. А вот здесь соответствующие схемы взаимозависимости представлены тоже на слайде. Вот, возникает вопрос, почему же мы считаем, что порядковый тип двойки основан именно на первой системе, а не на второй, например. Вот тут вроде как какая-то произвольность и проклевывается. Значит, Файн отвечает на это возражение примерно в следующем духе. Наш, точнее его, выбор основан на наших интуитивных представлениях о том, какой вариант является более естественным для рассматриваемого предмета. Хорстон резюмирует, что такой ответ явно недостаточен и неубедителен. Ну, по крайней мере, понятно, что обе системы абсолютно одинаковым образом решают все релевантные математические задачи. То есть с прагматической точки зрения нет между ними никакой разницы. На этом основании можно вполне обосноваться вопросом. Не является ли вообще файновское описание порядкового типа двойки описанием избыточной структуры? То есть Хорстон делает вывод, что все равно Файну не удается избавиться от возражения о произвольности, а произвольность все равно остается. А ссылка на интуиции без опоры на, не знаю, например, вот эти самые математические задачи, то есть на прагматику, на применимость, она, видимо, вообще недостаточно. Вот. Ну и в целом, да, также Хорстон отмечает, что аналогичные возражения о произвольности в принципе могут быть выдвинуты против файновской абстракционистской теории структуры натуральных чисел. Так, теперь поговорим про предикативизм. Значит, Хорстон характеризует файновскую концепцию математических объектов как постулативную. То есть это подразумевает, что мы задаем математические объекты посредством императивных постулатов, которые мы можем рассматривать как своеобразные инструкции по созданию объектов с заданными свойствами. Вот. И вот этот императивный характер этих постулатов отличает их от аксион, которые являются индикативными постулатами. Значит, конечно, постулативный подход обладает некоторыми преимуществами, ну или, по крайней мере, позволяет некоторые задачи решать или отбрасывать как тривиальный. Например, постулативный подход позволяет рассматривать эпистемологические вопросы о произвольных объектах как тривиальный. А тогда мы получаем на вопрос о том, откуда мы узнаем произвольные объекты – это тривиальный ответ. Наше знание о произвольных объектах постулативно, то есть произвольные объекты обладают теми свойствами, которые мы постулируем, и, соответственно, об этих свойствах мы узнаем из этих постулатов. То есть эпистемология тривиально разрешается. Хорстен не приводит особых доводов, на самом деле, в поддержку тезиса о том, что файновская теория переменных объектов действительно постулативна. Кроме таких поверхностных каких-то доводов, например, он указывает, что в теории файна очень важную роль играет логический анализ обыденного языка. Ну и, в частности, файн очень активно использует выражение типа «пусть, а будет таким-то и таким-то». И, соответственно, якобы вот это выражение имеет форму постулата. Хотя с этим можно поспорить. Где-то мы тут... Вначале я говорила о том, или Хорстен говорил о том, что мы не можем, например, объяснить различия между примерами 7.1 и 7.2 на основании языка или особенностей этих языковых выражений, через которые эти примеры задают, потому что файн отказывается считать вот эти произвольные объекты лингвистическими сущностями. Они не имеют лингвистического характера, поэтому опора на языковые выражения нам не помогает. А тут вот что-то Хорстен переобулся вдруг. Не знаю почему. Поскольку основная цель постулатов заключается в том, чтобы определить или задать, или установить сущности, а постольку получается, что, ну, раз файновская теория переменных объектов постулативна, то файн, значит, неявно защищает некий предикативизм в отношении произвольных объектов. Вот в этом позиция файна резко противоположна позиции Хорстена, потому что Хорстен вообще противник предикативизма, и, значит, хорстеновская концепция произвольных объектов решительно непредикативна. То есть Хорстен подчеркивает, что вот он сам лично рассматривает произвольные объекты именно как объекты, с которыми мы сталкиваемся в нашем метафизическом опыте мира, а не как объекты, чье существование просто постулируется. Хорстен также считает, что все произвольные объекты даны сразу, и что, например, универсальная квантификация по ним совершенно легитимна. Ну и также Хорстен утверждает, что с его точки зрения анализ естественного языка имеет лишь ограниченное значение для теории произвольных объектов. А саму природу? Вот тут говорится о предикативизме в смысле того, что произвольные объекты задаются с помощью предикатов, они рассматриваются как какие-то элементы универсума, а не в том смысле, в котором говорилось о предикативизме в четвертой главе в контексте математики. Правильно ли я понимаю? А я, честно говоря, не помню, что там в четвертой главе говорилось. Ну, то есть, так сходу не скажу. Там говорилось о том, что вот, значит, есть сторонники предикативизма к математике, которые говорят, что вот, значит, надо определять математические термины с помощью только, ну, то есть, давать им только предикативные определения, то есть, не определять их так, как, скажем, ну, в общем, на основе какого-то множества, одним из элементов которого является сам этот объект. И там говорилось о том, что, значит, можно теорию произвольных чисел использовать для создания такой математики. Вот здесь про предикативизм, по крайней мере, говорится вообще очень вскользь. И что такое предикативизм в данном контексте, не очень понятно. Но вот он вроде как следует из постулативизма. Постулативизм, это значит, что мы просто задаем, да, объект с заданными свойствами. Ну, как мы их задаем? Не знаю, видимо. С помощью предикатов. Не знаю. С помощью каких-то постулатов. Да, вот есть такой объект, у него какие-то, какие-то свойства. Вот это, значит, у нас постулат. Как это у Файна работает? Непонятно. Тут вообще, мне кажется, что Хорстон что-то за уши как-то все это тут притягивает. Не знаю. Ну, ладно, спасибо. Не за что получается. Ну, да, в общем, Хорстон утверждает, что природу произвольных объектов нельзя полностью понять из анализа грамматики нашего языка. Вот, казалось бы, Файн ту же самую позицию занимает. Да, вот я об этом уже говорила. По поводу примеров 7.1 и 7.2. Ну, вот. А, ну да, тут вот про предикаты рассказываем. Да, то есть с точки зрения Хорстона мы не можем заключить, что произвольные объекты всегда задаются предикатами. Вот, ну и поэтому, да, получается, что с точки зрения Хорстона и эпистемологические вопросы о произвольных объектах, они тоже далеко не тривиальны. Они непосредственно касаются того, каким образом нам дается природа мир. Вот, значит, ну, в общем, на этом, получается, Хорстон завершает свое сравнение, такое содержательное сравнение концепции Файна и своей собственной концепции, но у него еще остается вот это последний параграф про универсалии и про переменные величины. Да, значит, здесь Хорстон говорит, что по итогу сравнения двух теорий произвольных объектов, Файновской и его собственной, у него есть соблазн задаться вопросом, насколько корректно. Значит, он задается вопросом, насколько корректно сравнивать эти теории с точки зрения выяснения того, какая из них наиболее правильна. И Хорстон приходит к выводу, что такое сравнение в принципе неуместно, поскольку вполне может оказаться так, что существует сразу несколько способов сформулировать правильное понятие произвольного объекта, ну или правильные, получается, понятия произвольных объектов. Вполне может оказаться так, что Файн и Хорстон в своих концепциях просто схватывают разные понятия произвольных объектов. Объясняя вот это свое предположение, Хорстон приводит два существующих способа говорить об общих свойствах объектов. А вот с одной стороны, у нас есть платоновские универсалии, которые объясняют нашу способность получать общие знания в терминах когнитивного контакта с идеями или формами, в котором конкретные объекты соответствуют, находятся в отношении причастности. Значит, вот идеи или формы платоновские, они обладают не всеми свойствами, которые присущи чувственно воспринимаемым объектам, которые инстанциируют эти идеи или формы, ну или которые причастны к этим идеям или формам. Да, минуту, пример про протяженность. Идея протяженности абстрактна и сама не является протяженной. Основная особенность платоновской теории универсалий заключается в том, что для каждого множества объектов существует не более одной универсалии, к которой они и только они причастны. С другой стороны, у нас есть концепция переменных величин, которая появилась намного позже, чем теория универсалий. Вот она, да, в XIX веке. И концепция переменных величин радикально отличается от теории универсалий. Почему? Потому что отношение быть значением переменной даже чисто логически отличается от отношения причастности. Потому что существует много переменных, чьи диапазоны значений совпадают полностью или частично. Ну и в которых значения этих переменных каким-то образом коррелируют между собой разными способами. Получается, что у нас есть таких два способа говорить об общих свойствах объектов. И раз у нас, по крайней мере, два таких способа имеется, то вот даже для этих двух способов крайне сомнительно, что одна теория произвольных объектов может их одинаково успешно обобщать. То есть одинаково успешно обобщить и платоновскую теорию универсалий, и концепцию переменных величин. В этом смысле открывается поле для еще одного противопоставления теории переменных объектов Файна и теории произвольных объектов Хорстена. Вот согласно Хорстену, теория Файна больше подходит для обобщения или рациональной реконструкции именно платоновской теории универсалий. Ну и с точки зрения Хорстена именно таким и было изначальное намерение или изначальный замысел самого Файна. И, соответственно, при этом теория Файна не подходит для обобщения концепции переменных величин. С другой стороны, теория произвольных объектов Хорстена не стыкуется с тем, как Файна реконструирует теорию универсалий. Хорстен тут приводит иллюстрацию. В качестве иллюстрации он приводит пример с предложением. Корова является млекопитающим. У нас имеется много произвольных коров и имеется также много диагональных коров, но ни одна такая произвольная корова не является уникальной генерической коровой в соответствии с теорией произвольных объектов Хорстена. А если мы все же утверждаем, что какая-то произвольная корова является генерической коровой, уникальной, то есть идеей коровы, то мы сталкиваемся с проблемой в духе беноцирафа. Непонятно, почему именно эта произвольная корова является универсальной идеей, является генерической, а не какая-то... Файн тут мог бы найти какой-то ответ. Например, мог бы сказать, что у нас есть только одна независимая произвольная корова, поэтому она является той самой генерической коровой. Но это только отодвигает проблему, а не решает ее. Мы снова можем спросить, а почему именно эта произвольная корова является единственной независимой произвольной коровой, а не какая-то другая. В конечном счете, Файн может найти выход из этого затруднения, использовав одно из преимуществ того, что его теория является постулативной. Файн может сказать, что генерическая корова является генерической и существует в силу акта постулирования. Вот мы ее просто постулируем как таковую. Но поскольку Хорстон постулативизм отвергает, ему такое решение не подходит, и поэтому, собственно, его теория, как он сам говорит, и не претендует на обобщение теории универсальной. Но Хорстон позиционирует свою теорию произвольных объектов как естественное обобщение концепции переменных величин, в отличие от теории Файна. Вот и на этом седьмая глава заканчивается. А, ну вот тут я забыла слайд перелистнуть. Ну вот. Все у меня на этом. Если есть вопросы, ну давайте обсудим. Да, спасибо. Ну что у кого какие вопросы, комментарии, соображения? Спасибо. Ну, я как бы все, что в общем-то был уже высказал, и с предикатизмом я, ну тот же вопрос, в общем, я даже не понимаю. связь. Так, вроде нету. Ну, у меня есть такой комментарий. Мне кажется, там в самом начале, когда ты, Вика, говорила по поводу позиции Рассела и дальше. Там Any A ты переводила как всякий A. Мне кажется, тут правильнее было бы любой A переводить, да, всякий, скорее Avery, потому что Рассел там у себя в принципах математики различают. У него Any A это одно, а Avery A это совсем другое. Ну и там All A тоже еще у него есть. Это тоже отдельно. А может быть некоторый? Ну, некоторые это было бы сам. По-моему, Рассел сам тоже есть, кстати. А сам это какой-то? Ну, может быть какой-то, может быть некоторый. при переводе еще похуже все становится по-моему. Ну, конечно. Ну что, у кого еще есть вопросы или соображения какие-то? Можно мне еще раз посмотреть на вот эти слайды, где были возражения против критериев тождества? Которые Беркли и этого Лисневского? Или нет? Возражения это будет против? Нет, возражения, а сами критерии тождества. А, сами критерии. Вот первый. возражения и возражения беркли. Вот он. Следующий слайд. Нет, есть еще второй критерий тождества. Вот этот еще есть. Для систем переменных объектов. тождества. я помню. Так, а возражения против принципа генерической атрибуции вот этого? Нет, это другое. Вот это возражение? Нет, это именно против принципа генерической атрибуции. Я не спешлю тождества. Вот это. Наверное. Ну он же сам вот тут вот написано, что мы вынуждены отождествить систему переменных объектов из примеров 7.1 и 7.2. Но он же сам говорит, что он не понимает в чем разница между ними. Ну, Хорстон не понимает в чем разница, да. И он так и не понял в чем разница. А Файн понимает, видимо, в чем разница, но в чем не говорит. Ну, получается, что вот этот критерий тождества, если и рассматривать его вне зависимости от того, как ну, в общем, вне зависимости от этих примеров 7.1 и 7.2, которые, как Файн говорит, имеют значение, то он вполне годится. не знаю. Ну, тут вопрос действительно, важны ли нам отношения между переменными объектами в системе? Если важны, то не годится, а если не важны, то годится. Казалось бы, как мы можем рассматривать систему без отношений между объектами в этой системе? Тогда будет не система, а просто что? Не знаю. Ну да, наверное. Вот, это против системного критерия, против первого. А, вот сейчас, да? Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 что переменная А, что переменная Б. Ну да, совсем понятно. Критерии их не различают. Понятно, спасибо. Мне тут подумалось, что можно рассуждать о ситуациях как о чем-то происходящем не одномоментно. Ну, то есть, вот здесь вот мы берем два переменных действительных числа А и Б. По идее, это одно и то же произвольное действительное число. Но, поскольку мы должны присваивать им значение последовательно, мы сначала, например, присваиваем значение для А, а потом присваиваем значение для Б. Соответственно, мы можем оказаться в разных ситуациях. Сначала мы в одной ситуации оказались и присвоили для А, например, значение 1,1, а в следующий момент, когда мы присваиваем значение для Б, мы можем оказаться в другой ситуации и, соответственно, мы присвоим ей 42,42, соответственно, сотых. Вот. То есть, они будут у нас разные значения принимать в итоге. Просто потому, что в разных ситуациях присваивание осуществлялось. Может быть, это позволит избежать как-то лишнего антологического груза произвольных объектов, да, потому что иначе нам требуется слишком много, как мне кажется, произвольных объектов. Ну да, или если использовать ту же аналогию с процедурами, у нас может быть одна и та же процедура для А и Б, и для Б, но мы можем ее выбирать, вызывать два раза. И в каждый из разов у нас может появиться, получиться какое-то свое значение присвоится. И вот мы говорим, что первое значение мы присваиваем переменной А, а второе переменной Б. да, прямо как генерация псевдослучайных чисел на какой-нибудь вычислительной машине. Она все равно будет последовательно осуществляться, сейчас мы одно число сгенерируем, потом второе. Ну и скорее всего они разные, кажется. Конечно, могут совпасть, но не всегда. Ну что, какие еще вопросы или соображения? Ну, видимо, больше нет, поэтому тогда всем спасибо и до следующего раза. Спасибо. Спасибо.